Девушки отдыхают На самом деле уже, может быть, и не нужно, потому что моя задача сейчас ничего не испортить. Все было хорошо до того момента, как вышел я. В прошлое собрание у нас было такое акцентированное мясо, а сегодня, наверное, тогда пришла очередь к молоку, потому что всегда мясо для желудка вредно. Я не знаю, как получится. Сегодня ночью я какое-то время не спал, проснулся ночью. Наверное, Бог меня разбудил и не давал уснуть, потому что я понимал, что мне нужно будет сформулировать то, что я буду говорить. И тема, на самом деле, непростая даже для меня самого, но я как бы ее понимаю сам, но передать нужно уметь. И поэтому, если бы я говорил вам ее ночью сегодня, наверное, у меня бы все бы идеально получилось, потому что у меня все так в мысли шли-шли-шли. А нужно было их записать и напоешь туда и рассказать, тогда было нормально. А как будет сейчас, не знаю. Если обозначить мою тему, вообще мысли мои начались со стиха, который Павел пишет Колотяну в третьей главе. Я открою. Вообще, у меня много стихов выписано, но я, наверное, читать их все не буду. Буду так озвучивать. Колотянам, третья глава, первый стих. Он пишет. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одеснуем Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». И я начал думать, потому что раньше я очень часто читал этот стих. И особо на нем не останавливался, потому что горнее, такое слово, старославянское, наверное, и как бы так навскидку понять, о чем говорит здесь Павел. Наверное, что-то такое высокое, я думал, небесное, и ну да, но я так про себя думал, ну да, надо искать что-то у высокого. А что конкретно, не углублялся. А в этот раз начал думать, что же такое горнее, о чем нам Павел говорит. Тем более, что это горнее, оно, говорится, что его нужно искать христианам. Здесь Павел пишет это послание христианам, потому что он говорит, что «Итак, если вы воскресли со Христом, то тогда ищите горнего». Получается, что горнего может искать только духовный человек, родившийся свыше, получивший от Бога Духа и познание. Что это горнее, мы сегодня разберем. Для меня горнее – это духовное, прежде всего. И Павел здесь говорит о том, чтобы мы искали духовного. Если противооставить понимание духовному, то какое есть противоставление духовному? Плотское. Есть в Библии всегда два полюса. Это плотская часть и духовная часть. И как бы Павел здесь заставляет нас в этом психе, меня заставляет смотреть на все, что происходит в Библии, на все, что происходит в моей жизни, именно как раз на эту часть, на эту половину, на этот полюс, на полюс духовного. Потому что, если начать перебирать христианские обычаи, традиции, христианское поведение, образ жизни, праздники, даже заповеди, то везде есть и плотская, и духовная часть. Например, рождение может быть плотским, может быть духовным. Сначала мы рождаемся по плоти, мы становимся плотью. И как в Евангелии от Уана Иисус говорит Никодиму, что ты родился от воды, но тебе нужно родиться от духа. И всегда есть две части в этом рождении, плотское и духовное. Если мы родились только в плоти своей, но не родились духовно, тогда мы не полные Божьи творения, тогда нам не достает вот этого горнего, о чем говорит Павел, о чем он нас наталкивает. И даже, например, есть такая часть в нашей жизни, как крещение. После вот этого духовного нашего рождения мы приходим к пониманию, что нам нужно креститься. Нам вера наша говорит, что нам нужно креститься, потому что Библия об этом пишет. Иисус дал пример крещения. Но крещение тоже есть плотское, есть духовное. Есть крещение, как Петр в первом своем послании пишет, что мы крестимся, и это крещение не означает, что мы омываем плотские свои грехи. Но это некое обещание Богу жить перед Ним в чистоте и праведности. И это одна часть крещения. Есть крещение духовное, есть горнее, вот это крещение, крещение Святым Духом. И это тоже, как и духовное наше рождение, тоже нужная для нас часть. Потому что имея только рождение, имея как бы только крещение, если брать плотскую в их сторону, не имея духовного, опять мы не полноценные христиане. Опять наша жизнь, наше представление о Боге, наше откровение о Боге, они очень маленькие. И поэтому в Деяниях, когда в День Пятидесятницы, во второй главе описан этот момент, сошел Дух на учеников, на апостолов, они получили вот это вот духовное крещение. Это тоже для нас как пример, чтобы человек, христианин, верующий во Христа, крестившийся водой, водным крещением, то есть плотским крещением, он искал горнего крещения, искал вот этот праздник Пятидесятницы в своей жизни, чтобы Бог, как в тот день, когда сошел на апостолов, сошел и в его жизнь тоже. И он стал свидетелем, он стал очевидцем вот этого события, о котором мог бы потом свидетельствовать и говорить свои переживания, что такое духовное крещение, крещение от Духа. И я на этих вещах особо не буду долго останавливаться, просто я их, как бы мы по ним пробежимся и пойдем дальше к основному, о чем я хотел говорить. Есть еще в христианской жизни и в Библии написано такое понимание, как обрезание. Обрезание – это часть Ветхого Завета, которого придерживались люди, которые жили по закону Моисея, и это было у людей, верующих в Бога, это было во время Ветхого Завета. Но Павел пишет также, это написано в послании Римлянам, и он пишет там наряду с обрезанием еще и у действий. Давайте я открою послание Римлянам, 2 глава, как бы он там проводит, такой параллель. Переходя из Ветхого Завета в Новый Завет, говорит он об обрезании Ветхого Завета и у действий Ветхого Завета, что такое обрезание и у действий Нового Завета. Римлянам, 2 глава, 25 стих, он пишет. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает восстановление закона, то необрезание не вменится ли ему в обрезание? И дальше он пишет, 28 стих, ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. И здесь пишет нам Павел, что оказывается, вот это обрезание иудейства, что такое иудейство? Иудейство – это принадлежность к части Божьего народа, потому что во времена Ветхого Завета Божьим народом считался народ иудейский. И Павел пишет, что пришло время Нового Завета, когда иудеем может стать каждый, и это будет происходить чудесным образом, не по плоти, потому что по плоти моей разной национальности, но по духу, если мы будем искать горнего, как он сказал Колоссянам, то мы можем принадлежать Божьему народу, быть частью иудейского народа по духу, и это единственный для нас шанс принадлежать таким образом его народу, быть иудеями по духу, а не по плоти. И обрезание, о котором он здесь говорит, он говорит, что раньше было обрезание плоти, и написано также в Библии, что такое обрезание, оно было несовершенным, оно потеряло. Написано, что в Старый Завет он был несовершенным, и именно по этой причине был дан Новый Завет. И теперь во время Нового Завета смысл имеет обрезание не плоти, а обрезание духа человека. Это духовная сторона обрезания сердца, где уже человек, дух Божий обрезает сердце человека. То есть, что значит обрезает? Делает метку на сердце человека, потому что обрезание означало метку на теле человека, что этот человек принадлежит Божьему народу. И теперь обрезание духовное, которое Бог нам дал в Новом Завете, происходит обрезание сердца. Где Бог обрезает край нашего сердца и делает пометку таким образом, что мы принадлежим его иудейскому народу. Иудею, который не по плоти, а который по духу. Поэтому, что касается иудейства и обрезания, вот в этом послании Павла, я имею в виду в этом стихе, где он говорит, ищите Горнева, я хотел тоже вот об этом сказать, что нужно нам это искать. Не то, чтобы нужно, а мы нуждаемся в этом. Это необходимо для того, чтобы расти, для того, чтобы понимать о том, откуда ты и что такое рождение свыше, что такое принадлежать Божьему народу, когда ты знаешь, что сам Бог, Он коснулся твоего сердца когда-то, сам Бог, Он обрезал край твоего сердца. И ты можешь об этом свидетельствовать. И в твоем разуме это отложилось. И ты можешь даже описать эти моменты в своей жизни. Вот, как мы слышали сегодня свидетельства, да, человек вышел и описывает процесс обрезания, как проходил процесс перехода из народа язычников в народ иудейский. Вот. Дальше нужно еще сказать, в этом направлении такой пример, как Павел пишет коринфянам в первом послании, например, там есть послание и женщинам, и мужчинам, но он говорит о волосах, что такое волосы для женщины. И оказывается, в этом тоже есть какой-то секрет, и оказывается, об этом тоже можно размышлять, и найти в этом тоже горнее. Это коринфянам 11 глава, первый стих. Потому что многие верующие люди, они воспринимают это место, Писание буквально, буквально, или другими словами, по плоти. То есть плотским своим умом смотрят на это и буквально исполняют. Я читаю. Второй стих. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головой, послежает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой, послежает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. И дальше я перескочу с 12 стиха. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь. Так как волосы даны ей вместо покрывала. Если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, говорит Павел. И вот здесь тоже такой маленький момент, но я хотел бы о нем сказать. Потому что здесь речь идет о том, что вот этой иерархии небольшой, что мужу написано «Голова Христос», а жене – «Голова муж». И в знак вот этого покровительства написано, что жена должна иметь на себе, на своем теле покрывало. И многие понимают, это покрывало буквально. То есть нужно чем-то покрыть голову, и, как правило, это происходит платками. Просто одевать платок. И есть у нас определенная конфессия в стране, куда женщина в храм не может зайти без такого покрывала. Потому что воспринимает вот этот стих буквально, что нужно покрыть голову чем-то, и тогда показать Богу, что вот Бог смотри, я покрыла голову, и я теперь вот в этот момент в твоих глазах должна выглядеть хорошо. потому что я выполнил вот эту заповедь. Но здесь Павел пишет, что женщине волосы даны вместо покрывала, и что для нее быть остриженной это должно быть стыдно, это должно быть бесчестие, а волосы показывают для нее как честь. И получается, что если смотреть буквально, понятно, можно покрыть голову чем угодно и успокоиться на этом. И зайти в храм, в этом платке покрывали, выйти из него, снять платок и опять жить, как ты жил раньше, то есть без покрывала. и показывать вот эту принадлежность власти мужа над собой только в момент, в определенный, когда в храм ходишь. То есть получается, что все остальное время ты мужу, жена мужа не покорна, потому что она ходит без платка. Но здесь же написано о том, что это же должно быть постоянно, что в этом нужно жить, что это находится на уровне некое понимание. И исполнение вот этой заповеди, я ее так назову, не заключается в том, чтобы исполнить ее буквально, одеть платок и показать внешним видом, что ты находишься под покровом мужа, а на деле там неизвестно, что там в голове и что в мыслях. На деле может быть все, что угодно, и ненависть, и несогласие, и разные раздоры. Но важно, что происходит по сути, что происходит на самом деле. А на самом деле происходит то, что написано, что волосы данные места покрывало, просто и все, ничего больше. А все остальное находится просто в образе жизни. И это нужно понимать, что написано, что для нее волосы – это честь, так как волосы данные вместо покрывало. И женщина должна понять, что не платок показатель ее покорности для мужчины и для Бога, а ее внутреннее состояние, ее как бы правильное понимание, восприятие того, что Бог ей заповедовал, что муж ей глава. И то же самое для мужа. Не показатель того, что муж хочет с виду только показать, что ему глава Христос. А для мужа тоже важно, чтобы он искал горнего, чтобы обрезание, которое было у него, обрезание было не крайней плоти, а край сердца внутреннего, что обрезание было духовным. И об этом Павел пишет. И он как бы вот эти моменты тоже пишет церкви. И это мне говорит о чем? Что вот люди, которые нуждались в таком послании, это были люди верующие, это были люди, которые в своей жизни искали Бога, которые верили в Бога, и они нуждались вот в этом направлении. И люди верующие очень часто останавливаются на достижении вот этого момента, когда они поняли для себя, что они поверили в Бога, начали что-то пытаться исполнить из его заповедей или уставов, и удовлетворились на этом. И дальше ничего не идет. Дальше просто сухое исполнение закона, сухое исполнение уставов, сухое исполнение даже тех заповедей, которые даже люди, не то чтобы им кто-то сказал, а которые сами себе придумали. Потому что люди склонны придумывать сами для себя, как угодить Богу. И поэтому Павел, он вот во всех этих посланиях, он как бы вмешивается, вмешивается в церкви, и вынужден корректировать понимание людей. Дальше вот он говорит о причастии. В этом же послании, в первом, он говорит о вечере Господне. И для меня причастие в вечере Господне это как бы одно из таких посланий, в которых Бог заложил некую загадку для нас, именно духовную загадку. Ту, которую, чтобы найти, нужно последовать совету Павла и искать вот этого горнего. Горнего. Потому что причастие здесь речь идет о чем, что Иисус, когда собрался с учениками вечером, да, Он преломил хлеб и сказал, что хлеб это мое тело. И преломил и дал съесть ученикам. И дал так же, налил так же чашу вином и сказал, что чаша это новый завет в моей крови. и сказал, что все творите в мое воспоминание. Если взять это просто вот буквально, дословно и ни во что не вмешиваться и начать просто исполнять, тогда к какому выводу я, как исполняющий вот эту заповедь, могу прийти? Что я прихожу в церковь, да, прихожу на собрание. И в этот момент происходит процесс причастия, да, и я, например, могу быть кем угодно в этот момент, находиться настолько далеко от Бога, например, да, и может быть никогда даже и не знав Его, и не встретив Его, и я тогда получается, что если участвую в этом процессе, преломляю этот хлеб, ем его, пью это вино, тогда я могу подумать о себе, что, ну, раз Иисус сказал, что это мое тело, и я его съел, тогда я сейчас участвую в причастии и становлюсь частью церкви. Если я это понимаю так, то я глубоко ошибаюсь, что само по себе поедание хлеба и выпивание виноградного плода в любом виде, это вино или просто виноградный сок, не дает мне принадлежности быть частью церкви, потому что причастие наше к церкви Божьей, вселенской церкви, это тоже духовная часть. Мы можем быть причастными к Божьему телу только духом, никак не плотием. Там понятно, что дух живет в нашей плоти, и плоти, как говорится, с духом здесь одно целое, плоти, она как хромина, такая, в которой дух живет, но написано, что плоть царствия Божьей не наследует, кровь и плоть царствия Божьей не наследует, поэтому и написано, что пища не приближает нас к Богу, не приближает и не отдаляет, написано, что если мы что-то едим, мы ничего не приобретаем, если мы ничего не едим, мы ничего не теряем, поэтому здесь для меня есть некая загадка, которую Бог нам оставил, чтобы мы размышляли, И для меня загадка здесь заключается в чем? Ответ на эту загадку заключается в чем? В Евангелии от Иоанна Иисус говорит, что, это первая глава, по-моему, члены свести, Он говорит, что Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. Поэтому для меня, когда Иисус говорит, проломая хлеб, говорит, что это плоть Моя, и мы для того, чтобы жить, должны есть эту плоть, я всегда вспоминаю вот этот стих, что плоть, это сначала было Слово, и потом оно стало плотью. И для меня духовное понимание причастия есть плоть Христа, это есть Его Слово, потому что Он сам это сказал. Загадка на этот вопрос, ответ. Евангелие от Иоанна, первая глава, 14 стих. Слово стало плотью. Если для меня вот это плоть в виде Слова станет хлебом духовным, тогда я буду причастен к Божьей Церкви, которая не только в моем городе, не только в моей области, а по всему миру. И здесь Он когда говорит, что Иисус, что вот эта чаша, это есть новый завет в моей крови, тогда получается, что пив эту чашу, я должен пить не чашу, не то, что в ней налита, по сути, а пью-то я новый завет. И получается, что чаша, в которой налит вино, это просто прообраз, дан нам для того, чтобы мы размышляли о чем-то большем, чтобы мы понимали, что мы пьем, по сути, не чашу вина, должны пить, а новый завет. Что в этом заложено послание Бога, чтобы мы ели его плоть, которое сначала было Слово, и пили чашу нового завета, которая есть новый завет. А что такое новый завет? Новый завет это некое послание, это некое слово, которое Бог нам дал, которое Он заповедал нам, что был старый завет, и сейчас новый завет. Что в этом есть какой-то смысл, то, над чем нужно размышлять. Поэтому здесь Он и говорит, чтобы мы размышляли, чтобы мы, когда совершали причастие, мы размышляли. А как можно размышлять, если только просто есть хлеб и пить вино? В чем размышление? Размышление заключается в том, что чаша, которую мы пьем, это новый завет. И поэтому в причастие есть, опять же, две стороны, две части. Есть часть плотская, есть часть духовная. Что плотская часть заключается в том, чтобы прийти, съесть хлеб, выпить вино, и все. А духовная часть заключается, чтобы хлебом было Слово, а чашью был новый завет. Новый завет Христа, который оставлен нам для того, чтобы мы его изучали, и причастие наше было с плотью хорошо. Мы можем быть причастными к церкви. Пришли, плоть свою принесли. Но большая причастность, самое главное, была причастность к Духам. Поэтому Павел пишет, ищите Горнева. Для меня вот это вот, ищите Горнева, и натолкнул на все вот эти размышления, потому что как будто бы можно же ограничиться, да, одной частью только. Одной частью исполнением вот этого слова по плоти, и не искать Горнева, и жить в этом. Ходить в плотке, кушать хлеб на причастие, и все, и пресечать храм. Раз в неделю или два, неважно. Вот, потом, в Евангелии от Иоанна, который я сейчас говорил, что сам Бог даже имел две части. Сам Бог, он написан, что Бог есть Дух. В четвертой главе, 24 стихе, в Евангелии от Иоанна написано, что Бог есть Дух. И написано, что Бог, Он стал плотью. Сам Бог, Он тоже имеет две части, да, имел. Имел, Он пришел к нам, явился во плоти, и Бог есть как Дух. Это тоже, тоже своего рода наводит на размышление, что мы можем Бога искать как Бога в плоти, как Христа, как человека. Христа, как того, кто имеет только в своей природе, в своей сущности одну часть, плоскую. Но нам нужно искать Бога как Духа. Потому что Иисус, как человек, Он вышел, выполнил свою миссию, и дальше Он сказал, что я ухожу, но я пошлю вам утешителя, который будет вместо меня, и который вас научит, который вас утешит, и который вам все объяснит. Поэтому здесь тоже нужно в Боге, ища Бога, нужно искать горнего, нужно искать утешителя, нужно искать того, кого Иисус оставил вместо себя. Потому что ученики или люди, которые видели в тот момент Христа, когда Он ходил по земле и являлся плотью, да, был в плоти, они могли тоже остановиться на том, что мы видели Бога, мы видели Его чудеса, и вера бы у них при этом тоже была, они бы были верующими людьми, но этого мало. Бог приготовил больше, больше, чем 33 года Христа, когда Он жил, больше, чем 3 года Его служения. Бог приготовил на будущее поколение утешителя, который помогает искать вот это горнее, который помогает взгляд наш направить с земли на небо, на небо, образно говоря, то есть там, где находятся духовные откровения, духовные сокровища, чтобы мы их копали, чтобы мы их искали и находили, чтобы не оставаться в своем понимании плотским умом. Потому что Библия пишет, что ум наш тоже может быть плотским, может быть духовным, и как и вода, как и пища. И вот в Евангелии от Иоанна, в этой вот самой 4 главе, здесь написано тоже, Иисус, когда с этой женщиной-самарянкой встретился, Он ей открывает вот эту горнюю воду, потому что она пришла к колодцу, и Он тоже пришел к колодцу, и у них был диалог о том, что Он у нее спросил, есть у себя вода для того, чтобы пить. И в этой всей истории Он говорит, что у Него есть такая вода, у Христа для нее, которую, если она найдет в своей жизни, она никогда не будет больше нуждаться вот в этой вот плотской воде. Что Он ей здесь поднимает взгляд на ту воду, которую может человек обрести в своей жизни, ища горнее, ту воду жизни, которой человек будет жить духовно. Потому что вода в химической формуле, вот в этой H2O, она нам нужна для жизни в нашей плоти. Но вода, о которой здесь говорит Иисус, она написана, что эта вода, она делается источником воды, текущей в жизни вечной. И опять же, здесь две части, да, вода физическая и вода духовная, вода плотская и вода горняя, да. И везде нас Библия направляет на то, чтобы нам, и здесь в этой истории сам Иисус, направляет нас на то, и самарянку, да, чтобы искать, понятно, что в воде мы нуждаемся, что пить, но искать что-то другое, что-то большее, что-то, в чем заключается загадка, что-то, что-то такое, что для многих тайной является. Но для тех, кто ищет и для любящих Бога, Бог открывает и дает вот эти как-то знания, и познания, да, о себе. То же самое и пища, когда Он говорит в этой же истории, в этой же главе, Он говорит ученикам, что у меня есть пища, о которой вы не знаете. И ученики думали, опять же, о пище обычной, физической, для тела. Но Иисус говорит, что у Него есть пища другая. Поэтому тоже Он дает учение своим ученикам о том, что им нужно искать вот эту духовную пищу, не только плотскую. Вот. Поэтому я, так как время мало, не буду читать все эти стихи. Вот. И пойду дальше. И как бы основное, наверное, и самое трудное, о чем я хотел сегодня говорить, это о грехе. Потому что для меня открылось в послании Иоанна вот этот пищ, который говорит, что рожденный от Бога не грешит. Открылся совсем недавно. Я его понял, как не понимал раньше, никогда. Потому что для меня есть грех плоский, есть грех духовный. Я приведу несколько примеров понимания вот этого греха. Я что понял в том, что говорит Иоанн, почему рожденный от Бога, от Духа, он не грешит. Раньше я думал, что если Иоанн говорит, что если я родился свыше, значит, я по своим делам, по своим посудкам никогда не имею права согрешить. Я тогда смотрел на свою жизнь, и я понимал, что я рожден от Бога, что я рожденный человека свыше. Но я также понимал, что я грешу. Иногда я, иногда у меня пролазит это, когда я заходил в тупик. Когда получается, я или не рожден, да, из этой логики Иоанна, или я тогда должен не грешить, если я рожден. И получается путаница в голове. Но я понял из этого, что есть на самом деле, есть грех плоский, есть грех духовный. И Иоанн здесь пишет, о духовном грехе, что человек, рожденный свыше, он не грешит духовным грехом. И что такое духовный грех? Духовный грех для меня. И вообще, что такое грех? Грех – это любить грех, если кратко сказать. И не грешить – это не грешить духовным грехом, то есть это не любить грех. Потому что что такое любить грех? Я могу согрешить, но я не люблю грех. Я могу согрешить, при этом я люблю грех, и получается, что в плоти, в своей плоти, она всегда будет грешить, и погоня за самоочищением, за самосовершенствованием, за самоконтролем за таким, то есть вот я живу месяц, два месяца, и я вижу, что я вообще ничего не сделал, три месяца, нигде не ошибся, нигде не промахнулся, да, как говорил Максим, что грех это погрешность, это попасть мимо, не попасть в цель, и вот три месяца я живу, и нигде не промахнулся, везде попал, везде Богу угодил, а вот прошло три месяца, и один день я промахнулся, и тогда получается, что опять все сначала, опять получается, что я прихожу туда, откуда я вернулся, получается, что я прихожу вот в это самоосуждение, что я нож без палки, что я старался, я вот держался, я крепился, я туда не смотрел, туда не ходил, то не делал, а потом что-то произошло, и все, и все упало, потому что в Библии же написано, что плата за грех смерть, и все, за один грех, не плата за 10 грехов смерть, за один, когда получается достаточно раз отступиться, и все на смарку, но я понял одно, что вот этот путь, это утопия, вот этот путь самоусовершенствования, самоочищения, самоконтроля, это путь утопии, он никогда не будет никем выполнен, и Библия нам, и Бог, сам Бог нам об этом говорит, что понятно, что мы должны этого желать, и поэтому я сказал, что для меня грех, это любить грех, и поэтому, когда Библия нам говорит, что в плоти своей мы никогда Богу угодить не сможем, мы Богу можем угодить только в духе, А что значит угодить Богу в духе? В духе, это любить то, что Бог любит, и ненавидеть то, что Бог ненавидит, это искать духовной стороны принадлежности Богу, встать на Его сторону, и тогда, когда ты встаешь на сторону Богу, и любишь то, что Бог любит, и осуждаешь то, что Бог осуждает, мы перед Богом безгрешны, хотя мы грешим, но Бог не видит, Бог нас оправдывает, мы перед Ним отделены, мы перед Ним святые, потому что святой, это есть значение слова отделенный, потому что почему мы перед глазами Бога не грешим, потому что Бог видит, что мы любим, и Он знает намерения сердца, и в этом Он определяет, кто мы перед Ним, когда мы перед Ним предстоим, Бог видит, на чьей мы стороне, на его или нет. Бог видит, что мы ищем, какие помышления внутри нас, плотские или горные. И Бог видит наши отношения к греху. Поэтому Иоанн говорит, что рожденный от Духа, он не может согрешить, потому что он не любит грех. И этим он не согрешает. Плот его может согрешить, а Дух согрешить не может, потому что Дух любит Бога. И написано, что никак нельзя назвать Иисуса Господом, как только Духом. Плотью Господом Иисуса нельзя назвать. Плотью своей мы Бога прославить не можем. Можем прославить Бога только Духом. И поэтому для меня ответ на этот вопрос стал как таким откровением и пониманием того, о чем говорит Иоанн. Что Бог нас видит совершенными, когда мы любим Его, когда мы встали на Его сторону. И у Бога отношение к греху нашей плоти, Он о нем сказал, что Он пригвоздил Его на кресте. Он наш грех плотский. В послании Риммана написано, Он пригвоздил. Все, с этим грехом Он разобрался. Но пригвоздить духовный грех невозможно. Бог не может пригвоздить духовный наш грех. Потому что это не физическое что-то. Нельзя взять гвозди, нельзя взять грех духовный, невидимый и повесить его на крест и пригвоздить. Это что-то, что находится в нашем выборе, что находится в том, что мы выбираем в той воле, в той свободе, которую Бог нам дал. И поэтому единственный грех, духовный грех, который не прощается, это хулан Святого Духа написан. И дальше я скажу пару слов об этом. Просто я начал говорить о грехе Петра и Иуды и не закончил. Я хочу рассмотреть вот эти два примера. Мы часто сравниваем их, когда говорим о предательстве Христа. Но для меня грех Петра, это как раз был тот грех, который я называю плотским. Почему плотский? Потому что Петр не согласен был с этим грехом. Он не согласен был с тем выбором, который он сделал. Он его не планировал, он его не хотел. На Петра было оказано давление. На Петра, или другими словами, на его плоть, в которой живут страхи, в которой живут такие чувства, которые подвержены давлению, на которые можно влиять извне. И это давление было на Петра оказано. Он сам этого не искал. Это его нашло. Вот эта ситуация его нашла. Он не искал ее. И в своей немощной плоти, в своей слабой, несовершенной плоти, он это совершил. Но перед Богом это не был грех духовный. Потому что эта плоть дала трещину, плоть дала страх, показала свое несовершенство. И поэтому он сделал то, что сделал. Отрекся от Христа. Но у Иуды совсем другая история. Иуда, он планировал это предательство. Он его хотел, он его искал, он его продумывал. Он его тщательно планировал. Это то, что находилось в его воле. Он это искал. Если Петр это не искал, и это его настигло в виде какого-то давления извне, то у Иуда это исходило изнутри. Поэтому у Иуды было совсем другого рода предательство. Не как у Петра. У Иуда было предательство духовного рода. Что он в духе предал Христа. Он в духе своем не любил его. И все, что он делал. И поэтому он пошел на то, что пошел. И для меня вот это как два примера. Как примеры греха духовного и греха плотского. И почему? Потому что с Петром все понятно. А Иуда это такой пример человеческого предательства и человеческого отречения от Бога. Когда человек делает сознательно свой выбор против Бога. И соответственным образом потом живет. И если вернуться вот с этой самой Хулины Святого Духа. В чем она проявляется? Вот эта Хулина Святого Духа. Очень часто раньше я искал ответ на этот вопрос и задавал его. И очень часто я слышал у других вопрос на этот ответ. И все, что я нашел в Библии по этому поводу находится в Первом Послании Петра. Четвертая глава. Там написано, что... Сейчас я прочитаю. Четырнадцатый стих. «Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулиться, а вами прославляется». То есть здесь Петр говорит, что... Говорится христианам, да, что если вас злословят за то, что вы Христовы, за то, что вы выбрали, возлюбили то, что Бог любит, за то, что вы встали на сторону Бога, за то, что вы возненавидели грех, не любите грех, о чем я выше говорил. И вот если за это вас гонят, да, люди, то написано, что Дух славы, Дух Божий, Он на вас почивает. Написано, что в этот момент вы прославляете Святого Духа вот этим своим принятием гонения, да, извне, за свой выбор, за свое решение. И написано, что теми, кто вас злословит и гонит, хулиться, Святой Дух. То есть здесь о чем говорится, что хула на Святого Духа является, или одной из проявлений хула на Святого Духа является гонением на христиан, за то, что они христиане, за то, что они Христовы, за то, что они любят Бога. И для меня вот этой хулой может хулить только тот человек, который раньше, который понимает, что он делает, который раньше был, как Павел пишет, причастником Святого Духа, да, который вкусил Святого Глагола Божия, да, и потом опять опал, начал распинать Христа. Это евреям написано в той главе. И Иисус говорит на кресте, что «Отче, прости им, потому что не ведут, что творят». То есть вот те люди, которые, та толпа, которая распинала Христа, Иисус видел, что они не понимают, что они делают. Поэтому там не было хулына Святого Духа, и поэтому Иисус просил Отца просить эту толпу, просить этих людей, потому что Он увидел намерение сердца, почему они это делают. Но это не тот момент, потому что это люди были нерожденные, они не понимали, что они делают, они не давали отчет своим действиям, у них были другие намерения и другое понимание своих действий. Но если в жизни происходит та ситуация, которая описана здесь, когда человек осознанно начинает гнать людей принадлежности Христовой, да, за то, что они являются Его детьми, Он понимает, что Он делает. Потому что нельзя не понимать в этом моменте, что ты делаешь, потому что для того, чтобы злословить христиан, нужно понимать, что такое вообще христианство, потому что иначе за что ты будешь злословить? Значит, ты изучил это учение, значит, ты изучил то, чем они занимаются, то, что они понимают, то, что они проповедуют. Пришел к выводу, да, к определенному своему, и начал осознанно заниматься тем, о чем здесь написано. Поэтому такой грех, оно написано, который не прощается. И для меня это вот как раз духовный грех, который нельзя пригвоздить, в котором ничего нельзя сделать. Это люди выбирают сами. Это их, это не из плоти из их исходит. Вот это вот злословие христиан, это не из плоти исходит. Это исходит от их духа. От того духа, которым они одержимы и с которым они не согласны, от того духа, которого они сами эти люди любят, это дух. Я говорю сейчас о злом духе. Вот. Поэтому для меня это пример духовного греха, который не прощается, который невозможно пригвоздить. И поэтому и тем он и опасный. И поэтому написано, что его нельзя просить. Потому что просить можно только то, что Иисус распял на кресте. Только то, что он пригвоздил. Написано, что плотский грех не пригвоздил за крестом. А этот грех пригвоздить невозможно. Потому что это грех не плотский. Вот. И также я, если развить вот эту тему греха, хотел немножко сказать, все-таки растрыть немножко, небольшую часть этого понимания греха, как я сам понимаю, как я сам верю. Павел пишет, что все мне можно. Послание Римлянам. Так, стоп. Нет. Коринфианам. Первый Коринфианам, шестая глава. Он в этой главе два раза говорит, что все мне можно. Но сначала в шестом стихе он пишет, в шестой главе, в двенадцатом стихе он пишет, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то и другое. Поэтому я начал тоже задумываться над этим. Павел пишет, что все мне можно. И он здесь не пишет, что все мне можно, кроме греха. Я тогда начал думать, тогда что получается, что грех тоже можно? Если нет, тогда почему он это не акцентировал? Почему он на этом не застрел никакого внимания? Потому что в моем понимании и понимании любого человека, что все мне можно, слово все означает все. А что значит все? И я когда думал, я понял, почему он не написал вот этот подсекст, что все мне можно, кроме греха. Потому что, если бы он так написал, то чтобы тогда люди понимали под словом грех. Как определить, что такое грех? Вот Павел пишет, что все мне можно, кроме греха. Например, я читаю, я начинаю думать. А кроме греха конкретно, кроме чего? Что такое грех? Ну понятно, можно взять какие-то основные, общеизвестные, не воровать, не полюбодействовать. Но это же в этом не заключается. Весь грех в этом не заключается. Поэтому описать каждую ситуацию, описать каждый момент, что мне нельзя в виде греха, невозможно. Потому что сам Павел пишет, что все, что не поверит, грех. Все, что не поверит, грех. Я могу просто в качестве примера привести пример простой для нас. И как бы в Библии пишет об этом, что, например, алкоголь. Что такое алкоголь? Это спиртосодержащие напитки. И, например, вино, если мы возьмем вино, это спиртосодержащий напиток. И Павел пишет, что нет ничего нечистого в себе самом, кроме того, что ты сам почитаешь нечистым. Это написано в послании Римляна, 14 глава, 14 стих. То есть само по себе вино, как спиртосодержащий напиток, это не что-то нечистое. Но если ты примешь для себя в своем вере, в свое понимание, и начнешь почитать его за нечистый напиток, то для тебя он будет нечистый. И тогда, когда ты будешь видеть, когда кто-то, например, на твои глаза выпьет, там, я не знаю, пол, 100 грамм, там, 150 грамм вина, вот, допустим, ты будешь думать об этом человеке, что? Что он грешит. Почему? Потому что ты для себя принял, что это нечистое. А раз это нечистое, значит, это грех. Но я, может быть, сейчас стану врагом для многих людей, да, и кто-то меня возненавидит, но давайте откроем Евангелие от Матфея, 11 главу. И, вы знаете, мне вот иногда, когда проповедники проповедуют Евангелие от Иоанна, 2 глава, по-моему, там, первую ткань галересик, где Иисус в воду в вино превратил, мне их жалко становится. Потому что они так пытаются деликатно обойти эту тему, Иисус же превратил воду в вино. И что только они не придумывают, и то, что вино-то было не таким, оказывается, в те времена. Оно какое-то было там безалкогольное. Компот. А? Компот. Компот. Лайт, да, был. А я тогда думаю, а что, хлеб тоже был другим в те времена? Может быть, хлеб тоже? Потому что вино как делается? Потому что в чем изменения-то произошли? Почему то вино дошло до нас не таким вином? То есть, почему оно тогда было одним, а сейчас оно другое? Так же виноград, так же он сочило, да? Хочу точило наполнять. Вот. Так же он стоит, этот сок виноградный, набирает спирт, и даже сама Библия пишет о том, что вино, Иисус говорит, есть старое, есть новое, есть более крепкое, менее крепкое, есть более вкусное, от этого и менее вкусное. И здесь про Иисуса, что, например, написано, 11 глава, 19 стих, Иван Герой от Матфея, есть еще в Луке. 18. Ибо пришел Иван, не ест, не пьет, и говорят, в нем без. Пришел сын человеческий, то есть Иисус, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытрем и грешником. И что я должен, когда я это читаю, думать? Как я должен относиться в этом стихе к слову вино? Любит пить вино на песне. Но я уверен, и я убежден, что Иисус не алкоголик. И любить пить вино для меня, это определенное понимание, что любить пить вино, как напиток, в определенной дозе, в определенные моменты, за каким-то там, я не знаю, обедом, как любить его, как вкус, как то, что немножко веселит твое настроение, это одно. Но любить вино, как любит его алкоголик, это совсем другое. Поэтому, если мы, если мы как люди, выбрали для себя почитать вино нечистым, то получается тогда, когда ты будучи, почитай его нечистым, вдруг возьмешь и выпьешь каплю, тогда ты будешь грешить. Потому что ты определил сам для себя, что это нечистое. А тот, который не определяет это для себя нечистое, он пив это вино, он не грешит. Почему? Потому что для него оно нечистое. Для него это просто напиток, который он может спокойно иногда выпить в какой-то небольшой, в каком-то небольшом количестве. я сейчас о чем говорю? Я не проповедую пить вино. Я сам не пью вино, потому что мне, ну я свободен от этого, я могу пить вино. Я могу сказать так, Павел, что мне все можно. Просто ничто не должно мною обладать. И Павел пишет о том, что алкоголизм это то, что об нами обладает, и этого нельзя допускать. Поэтому, когда он советует Тимофею пить вино для того, чтобы была польза его желудку, и я представляю эту ситуацию. Тимофей, ученик Павла, пьет вино, да, красное. Он же не говорит о соседе, ты знаешь, я пью вино для того, что мне Павел посоветовал для желудка полезно. Ну ты меня не осуждает, просто я для этого говорю, что ты меня не осуждал. Потому что для тебя это нечистое, а я пью вот для этого. Он же не будет каждому и это все, ходить это объяснять. Почему он это делает? Он просто берет и пьет. Почему? Потому что для него это не что-то нечистое. Поэтому, на этом примере, пожалуйста, пример со свинины, мясо свинины, да? Многие христиане почитают ее нечисто и не едят. Но, когда мы едим свинину, в их глазах мы грешим. Но в своих глазах мы не грешим. Поэтому, когда Павел говорит, что все мне можно, но не все полезно, почему он не говорит, кроме греха? Потому что, как определить грех? Ну, приведет он два примера жестких там, неубивания, неприлюбодействия. А все остальное-то как? Потому что, он говорит все, что не по вере. Поэтому, если я делаю что-то, не по вере, тогда я грешу. Если я беру что-то, почитая это нечистым, тогда я сам же себя и осуждаю, своими действиями, своими словами. Я взял что-то нечистое. Поэтому, я хотел вот этот момент просто, почему объяснить, что, чтобы просто, не знаю, освободить нас, освободить себя вот от этого рабства, что ли, понимания какого-то, да, потому что мы, как люди, сами склонны загонять себя в определенное какое-то понимание, рамы каких-то, и жить в них, и судить все по тому, как мы сами себе это все расписали. И мне вот в этом отношении пример с Петром очень нравится. Вы знаете, это в Деяниях история, в 10 главе, когда Петр там пришел в выступление, и Бог на сосуд там с этими с разными животными опустил. И там были такие животные, на которых Петр посмотрел, говорит Бог, но я не могу это есть, потому что это там нечистое, я никогда ничто нечистое не входил в моем уста. И представляете, что Богу нужно было с палубом пробивать его твердыню, ему нужно было сначала сказать, то, что я очистил, ты не почитай нечистое. Понимаете? То есть, а мы, как люди, хотим все почитать нечистое, все плохо, там нечистое. Но нечистое является только дух, нечистое является не плоти и кровь, не физические вещи, а нечистое может быть только духовные вещи. и понимание в этом отношении тоже должно быть на духовном уровне, чтобы понять, что чистое, что нечистое. И очень многие вещи мы сами для себя делаем нечистыми и потом поклоняемся вот этой вот чистоте. И потом, когда у нас не получается, мы все-таки вот съели что-то нечистое, мы себя осуждаем. Я же съел нечистое для себя. Но сам Бог нас хочет освободить. Сам Павел говорит, все, можно. Но просто имей понимание, имей рамки, знай, для чего ты это делаешь, знай, почему ты это делаешь. И Бог вот в этой истории с Петром аж три раза ему пришлось написано, что эта ситуация, вот эта история, это было трижды написано, что Петр с первого раза не понял, со второго раза не понял, когда Бог говорит, не почитай нечистое, чистый все, ешь, я тебе это даю, не почитай, не занимайся ты вот этим вот самим, сам придумывать там чистое и нечистое, просто ешь и все, понимаешь, главное, чтобы ничто тобой не обладало, главное, чтобы ты не был зависимым, главное, чтобы ты не был одержимым. Поэтому, чем отличается, например, от вину, раз уж я про него говорю, от интернета, от сериалов, от мелодрам, вот от этих, для меня ничем, если ты одержим интернетом, одержим мелограммами или сериалами какими-то, получается это, ну, в сериале нет ничего нечистого, но если это тобой обладает, как пишет Павел, тогда это плохо, это проблема, не должно этого быть написано, поэтому, но мы выбрали для себя не курить и не пить, а все остальное нормально, все остальное чистое, хотя куча вещей нами обладает, но для нас главное, вино, но когда причастие, мы пьем вино, почему, и мы не чувствуем никакого осуждения, потому что в этот момент мы его не почитаем, нечистым, момент причастия, когда почему оно нечистые, например, через пять минут, когда ты ешь мясо, например, и для твоего желудка неплохо выпить вот такое количество, я это просто как размышление говорю, почему здесь оно чистое, а здесь оно нечистое, и мы сами себе ломаем свой мозг, мы сами себе придумываем проблемы и через как-то преткновение ставим на своем жизненном пути, через которое уже сами притыкаемся, спотыкаемся, смотрим друг на друга косо, осуждаем других, осуждаем себя, и, как Павел говорит, что ищите горнего, горнего не ищем, поэтому нужно искать для нас, горнего, для чего нужно, чтобы нам было легко, чтобы мы в разуме и в духе были свободны в своем, и поэтому вот это вот послание Римну, восьмая глава, уже много времени, не буду ее, но я ее советую вам прочитать, вот здесь как раз этот момент очень хорошо пишется о помышлениях плоских и помышлениях духовных, я призываю на всех к помышлениям духовным искать горнего, а не искать прескновения плоских вещах, потому что в плоти мы всегда будем притыкаться, всегда, никогда мы плод свою совершенной не сделаем, это бесполезное занятие, но над этим надо работать, надо, и понятно, что когда мы перешли на сторону Бога, мы внутри себя отрезали, отрезали грех, отрезали беззаконие, мы не ищем это, мы не хотим это, но надо понимать, что совершенными мы никогда не будем, и не надо осуждать себя и в том, что когда-то что-то пропустил, когда-то не попал в точку, когда-то, надо понимать, что в духе мы не грешим, если не грешим, потому что в духе мы совершенны, а в плоти никогда совершенны не будем, вот, давайте я на этом закончу, все, молоко, да?